В общем, я хотел предложить тему сегодня для обсуждения и формата вообще следующий. Вот мы говорим о рекламе, о маркетинге, о многих вещах, но мы не говорим о людях, для которых мы все это делаем. Точнее, мы как-то говорим об этом, но как-то вскользь. Я предлагаю вот такую тему поднять. Какой портрет пользователя интернета у нас вообще сейчас в Казахстане? Кто этот пользователь? Какие у него интересы? Где он находится? И что ему вообще нужно от интернета? И, соответственно, от производителя некого продукта. Значит, первое – это структура. То есть все, что нас окружает, оно в какой-то структуре находится. Социальные сети – это самая такая новая структура, я считаю, и самая перспективная в плане человечества и так далее. Вот так вот структура взаимодействия во Вселенной устроена. Это вот… Да, примерно, да. Ну, это фотография, на самом деле. В общем, здесь у нас как бы скопление галактик, да, где фиолетовая часть – это темная материя, но она косвенно только наблюдается. Но в целом мы можем заметить, что здесь вот есть какие-то вот такие сгустки, да, определенные. Где-то есть такие линии перехода и прочих вещей. Вот это интернет. То есть как бы в качестве узлов в интернете здесь – это сервера, дата-центры, ну, прочие всякие штуки разные, коммуникационные. Все это соединяется кабелями, вай-фаем, желательно бесплатным. Ну, то есть вот такая вот штука, в принципе, это железо в основном. Железо и электрические сигналы, которые по этому железу перемещаются. Вот структура социальной сети. То есть каждая точка – это примерно человек, и у него есть какое-то количество френдов. И здесь уже по социальной сети распространяется информация. Информация в таком и не в один-ноль формате, не в формате каких-то машин, а именно уже в человеческом формате распространяются идеи, распространяются различные новости, очень быстро распространяются. Это человеческий мозг. Найдите эти таблики. Да, вот в общем-то, в целом-то одно и то же, по сути, но масштабы разные. Вот человеческий мозг, да и никто не может понять, что вот у него в голове вот это вот все происходит и образует какое-то сознание, образует какую-то личность, образует какие-то потребности и прочие вещи. Ну вот, что я хотел сказать здесь. То есть как бы первая часть, она заканчивается. Если представить в плане масштаба всего этого происходящего, то как бы Вселенная, интернет, соцсети и потом уже мозг человека. Но когда мы возьмем хронологию, то интересный у нас факт получается. То есть у нас Вселенная, она создала мозг человека, а уже мозг человека создал интернет, а интернет создал соцсети. То есть как бы это просто так наблюдение интересное. А что дальше, да? То есть как бы что создадут соцсети? Будет ли какой-то общий человеческий разум, который поможет нам дальше развиваться и в конечном итоге захватить все вот эти просторы Вселенной, размножиться и обмениваться между собой более глобально как-то или нет? То есть ну вот давайте как бы просто посмотрим на это с этой стороны. У нас проходила в Астане конференция, там было заявлено, что у нас уже 6,5 миллионов человек в интернете. Вот за прошлый год, насколько я помню, у нас было 5,7. Ну вот, то есть как бы динамика такая довольно интересная. Невозможно каждого посчитать. В принципе, на одном айпишнике, если брать по айпишникам, да, то их гораздо меньше. На одном айпишнике там 10 человек может сидеть. На одном компьютере дома 3 человека может сидеть, там мама, папа, бабушка и так далее. Поэтому, в общем-то, здесь данные такие. Они, конечно, на них можно ориентироваться, потому что есть динамика и достаточно даже этой динамики. Ну вот, я выделил здесь 2010 год как самый активный год роста. Есть такой параметр, как возраст интернета, аудитория, ее опыт. Вот у нас такая картина, что, в общем-то, я вот сюда перемещусь, что у нас основная доля в интернете, да, если вот брать, например, от нуля до трех лет примерно, кто в интернете находится, это вот львиная доля. Это годы, да? Да, это вот 10, я больше 10 лет в интернете, я от 6 до 10 лет в интернете и так далее. То есть, вот основная аудитория, она сосредоточена здесь. Ну вот, на следующем кадре видно, виден расклад. От нуля до трех лет в интернете это, ну, 60%, грубо говоря. И всего... 4,2 миллиона дохода. Да, да, да. То есть, это вот та аудитория, которая пока еще... Пришла. Ну да, ну, можно сказать, осваивается потихонечку. Вот категории по возрастам. Взял я за 2009 год с агентства по статистике казахстанского информацию. Но, в принципе, аудитория, она как бы, ну, она равномерно увеличивается. В принципе, можно брать как текущую картину. Но самое интересное, что вот от 22 до 54 лет это самая потребительская аудитория как раз-таки. То есть, это люди, которые зарабатывают, которые готовы тратить, которые готовы к каким-то серьезным вещам в интернете.